Так, ну поехали, друзья, всем привет! Биткоин у нас продолжается уверенное восстановление на недельном таймфрейме и прямо сейчас, смотрите, мы уже находимся в середине недельных экспоненциальных скользящих в виде сетки AMA Ribbon, что может выступить локальным сопротивлением в теории. Где-то здесь, в районе 25-26 тысяч, вероятно, даже мы увидим сопротивление и какую-то реакцию цены. Но, тем не менее, все еще я хочу вам напомнить, что мы очень-очень дико перепроданы. Вот у нас все еще тут гигантский бычий дивер, и мы также можем улететь и гораздо выше этой сетки, что часто также происходило, и потом вернуться уже на ее ретест, соответственно, когда она будет чуть повыше. Поэтому тут нужно, конечно, быть на правильной стороне рынка сейчас, ребята. И что мы можем видеть, так это очень высокую волатильность сейчас. То есть, смотрите, опять же, у нас на дневке, на недельке у нас все еще идет рост. Но если мы посмотрим 4-х часовик, то мы здесь видим уже, что у нас происходит коррекции. Коррекции до сетки AMA Ribbon, кстати, от которой очень хорошо входить в лонг, пока у нас тренд растущий. Обратите внимание, прямо сейчас 3-х часовик дает зеленую точку на сайфере, что говорит о продолжении тренда. Вот. На ком, собственно, летим, как вы понимаете, на шартистах, которые продают и потом покупают дороже. А на ком же еще? Так же, как и падаем на лонгистах, которые покупают на хаях, а потом продают дешевле. Здесь-то все как раз, как говорится, понятно. Но вот на часовике, посмотрите, на часовике тоже, кстати, мы немного по-другому взаимодействуем с этой сеткой AMA Ribbon. Мы как бы ее пробиваем, прокалываем, но потом отскакиваем. Вот. Но если вы будете приближаться вообще на какие-нибудь 10-ти минутки, 5-ти минутки, то вы тут будете видеть очень много шартов. Вот был шорт, да, вот был шорт. И это все будет состоять из шартов. Вот был шорт. То есть рост, он, в принципе, будет состоять из падений, даже на часовике, если мы посмотрим. Это то, о чем я вам и говорю, что не надо сейчас прямо тупо верить в безоткатный рост. У нас может случиться и более серьезная коррекция куда-нибудь сюда, и это окажется трендовой поддержкой. Поэтому не торопитесь сейчас на все котлетить. Но если вы хотите быть в рынке, я вам напоминаю, что сейчас на бирже BitGet, во-первых, идет замечательное соревнование специально для CryptoCommons, которое продлится, нам дает дополнительное время, собственно, чтобы мы увеличили вот эти призы и очень высокий шанс на победу, ребят, потому что это соревнование чисто CryptoCommons, тут активных трейдеров, посмотрите, меньше 10. Вот, поэтому вступайте по ссылке из описания и торгуйте вместе с нами. Я что здесь делаю? Я продолжаю пока стоять, разгрузил полбитка. Вот думаю, что еще вот это все тоже сейчас придет время уже разгружать, потому что сильный памп. И, собственно, думаю, что да, на самом деле. Вот сейчас буквально еще один заскок наверх, и я буду разгружать большую часть позиций, о чем буду сообщать у нас в Телеграме. Поэтому обязательно проверьте подписочку на наш Телеграм. Там, кстати, сегодня вышел пост о том, что Bitcoin закрыл неделю выше 20 SMA. Все, это у нас типа официально бычий настрой, но посмотрим, не ложный ли это пробой, как пишут ребята. Вот, что еще хочется отметить? Макро все показатели у нас довольно-таки лонговые. Посмотрите, вот у нас общая картина по индикаторам от Бенджамина Кована. Посмотрите, и прайс-метрики, и ончейн-метрики, и социальные метрики. Все показывает на отсутствие перегретости. Ну, разве что в социальные, вот смотрите, уже 0.3, а остальные пока в районе 0.2. То есть это как Fear and Greed индекс, когда мы будем в зоне 0.8, грубо говоря, надо будет продавать. Значит, что еще? По TRDR, кто смотрит мои выпуски, вы знаете, что она очень неплохо сигналит на экстремумах. Вот она по лайткоину, мы ее настроили сигналит, сейчас очень хорошо, что это лонг. Когда она отсигналит по лайткоину, как это было, скажем, вот здесь, даже локально или где-то раньше, что это шорт, я обязательно тоже сообщу в телеграм-канале. Поэтому, еще раз говорю, обязательно проверьте подписку именно на наш телеграм-канал, не на скамовый какой-то. Вот он сейчас тут сверху у вас моргает. И именно наш телеграм-канал, потому что очень много скамеров, будьте осторожны. К новостям, ребята, майнер-одиночка, 10 тарахешами хешрейта, добыл блок биткоина. 20 января SoloMiner добыл вот этот вот блок. И, собственно, все его поздравляют. Его чуваки троллили, потому что это практически нереально сделано. Согласно GlassNote, вычислительная мощность сети на тот момент составляла... Я даже вслух не смогу произнести вот эти цифры. Но, в общем, доля майнера в показателе составляла вот, как вы можете видеть, 0,00000... 36%. Ничтожная доля. Соответственно, при текущей сложности биткоина майнер такого размера должен находить SoloBlock примерно раз в 500 лет. Что делает это событие для него уникальным в жизни. И вот такая вот история, чуваки. Это еще раз нам доказывает о том, что биткоин – это действительно децентрализация. Недавно, кстати, в сентябре еще один чувак добыл тоже SoloBlock. И вы понимаете вообще, какая это награда? Это когда ты майнишь в пуле, там награда сплитится между всеми, кто майнит. А когда ты майнишь один, сейчас награда на биткоин 6.25 BTC. То есть чувак просто намайнил 6 битков вот так вот на раз-два. Представляете? И, кстати, после следующего халвинга награда уменьшится от 3.12.5. Так что, ребята, поторопитесь инвестировать в майнинг, инвестировать в биткоин, в себя. Это же равно инвестировать в себя, потому что это свобода, ребята. Крипта, особенно биткоин, и биткоин – это свобода финансовая, понимаете? Куча щиткоинов, которые у нас на CoinMarketCap, не факт, что это свобода финансовая. Но мы их все равно лангуем и зарабатываем на них еще больше биткоина. Что по моим сделкам на байбите? Вот они все. Я немножко добавил на USDT-шные пары. Аудио, Dash и Эфир Классик. Ну и так в целом стою. Вот Manu подразгрузил, потому что Manu уже 3x дала от моей точки входа. Ребят, ну это вообще, я не знаю. Вот почему вы еще должны быть подписаны на нашу телегу. Это все происходит абсолютно бесплатно. Мы вообще против всяких платных каналов, платных подписок. Это все скам. Никто не знает будущего наверняка. Но то, что мы видим, мы этим делимся с вами, друг с другом. И не только я. Ребята в чате иногда пишут очень полезную информацию. Поэтому, что можно тут сказать? Вот я усреднил свою точку входа до, грубо говоря, вот этого уровня, откуда мы отбились. То есть у меня был вход вот здесь на примере аудио. Сейчас у меня вход вот здесь. Я, собственно, так по тренду и планирую работать. Что мы будем идти, дальше корректироваться. Где-то сильнее корректироваться. И я буду стараться усреднять вот на ту точку, откуда мы разворачиваемся. Но естественно, кстати, обратите внимание, точка совпала вот с этим предыдущим дном. Но естественно, не всегда будет получаться. Поэтому стоп лоси или грамотное распределение позиций, усреднение. Здесь уже каждый сам понимает, что ему делать. Ребята, поэтому, пожалуйста, относитесь ответственно. Если вы пришли на рынок, будьте готовы ко всему. Смотрите, по аудио, что можно сказать на примере аудио. Вот он еще расти не начинал. У него ближайший вот этот блок сопротивления. Может быть, вот в этом как раз, где он бился, это 0.5 доллара. Сейчас он стоит 0.2. То есть, ну вот аудио, как и мана, смотрит, собственно, сейчас на 2.5, на 3 х. Для начала. А потом мы отдаляемся и понимаем, что по аудио-то даже это не дно. А вот у него среднее значение там 0.7. И выше доллара. И погнали. Поэтому сейчас, в принципе, любой альткоин вот по такой схеме может начать расти. И вы за этим не угонитесь. Вы это все зашортите, продадите. Еще вас побреют. Поэтому не делайте так. Делайте по-другому. Спокойно сидите в сделках, терпите прибыль. Плавно разгружайтесь, естественно, где вам подсказывает ваша стратегия. И, ну, если хотите, хеджево можете шортить. Ну, про хеджевые шорты мы, кстати, поговорим в следующем видео. Если я не забуду. Поэтому поставьте лайк обязательно. Проверьте подписку на наш канал. Чтобы не пропустить следующий стрим, где мы разберем, как реально хеджево шортить. То есть, что я имею в виду. Опять же, на примере аудио. Не важно сейчас, какая монета, ребят. Мы сейчас не теханализ разбираем монет. А тактику торговли. Если вы видите вот такую резкую палку. Ну, вот, допустим, даже как вот здесь. Вот, где вы открываете хеджевый шорт. В USDT марже. Вы не закрываете свой лонг. Но открываете хеджевый шорт. И вот здесь его закрываете, грубо говоря. И едете дальше. Это очень крутая штука. Об этом мы поговорим в следующем видео. Ну, а пока на этом все. Всем профитроли. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. И удачи в торговле. И хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok